Ну что, вроде запись идет. Итак, всем привет! Снова с вами ваш веселый дед. Еще раз всех с Новым Годом! Сегодня у нас 1 января, первый день в году. И так получилось. Не подумайте, что это как-то так специально было сделано. Просто по графику. Сегодня понедельник. В понедельник я играю на сервере Сампнет. Вот. Появился я сегодня опять здесь у нас. Выбрал спавном ферму. Это вот мне очень нравится, что можно выбирать, где ты будешь появляться. По крайней мере, пока у тебя нет своего дома. Вот. Что у нас здесь сегодня? Мне вроде как... Я, конечно, наглею уже, ребята. Что-то я наглею. Но мне вроде как обещали админы и несколько моих подписчиков, что мне будут подкинут виртов. Ну, пока у меня вот налички, я смотрю, всего 81 580. Но я поставил уже... Прежде чем включить запись, я поставил маркер на банке. Банк. Банк. На банке. На трехлитровой банке. И еду я в банк. Может, там меня что-то ждет, какой-нибудь сюрприз. Но если нет, то, значит, буду сам зарабатывать деньги. Сейчас посмотрим. Итак, только что... Сегодня у меня очень напряженный день. Хорошо, мы вчера легли спать пораньше с женой. Сегодня мы сходили погулять. Я закончил снимать свой влог. Значит, смонтировал его. Вот только что его выложил в интернет. Все там оформил. И буквально вот сейчас уже время 18.00. Московское время. И я приступаю к записи летсплея по... по серверу SAMP.NET. Вот. Сейчас надо его тоже записать. И тоже сегодня же выложить. Так что, видите, у меня сегодня напряженный день. Первый рабочий день... Первый день Нового года. У меня получается такая вот... Немножко напряженная... Немножко напряженный график. Ну, что, я справлюсь, ребятки. Все сделаем. Все сделаем нормально, я надеюсь. Идем в банк. Так, заглушим движок. А давайте сразу посмотрим, какой здесь онлайн. Онлайн 35. Что-то выше 30. До 40 пока не очень сильно поднимается. Хотя сейчас, в принципе... Каникулы, может, вы... Многие из вас, между прочим, правильно делают. Если ведут более активный образ жизни. Может, у кого-то больше снега. В городах катаются, значит, на... Санках, на лыжах. Так, с накопительным счетом. Давайте посмотрим сначала этот счет. Что у меня здесь есть? А я забыл. А, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Это ведь не как там. А я забыл, какой он у меня. А, накопительный. 3, 1, 6. Блин. Тут не... Вот, баланс счета. Давайте посмотрим, что у меня здесь есть. Ноль. Хе-хей. Вот. Так что, где ты это? И на банковской карте что у меня есть? А на банковской карте у меня другой пин. 8, 1, 1, 2. Ввести. Баланс. Вот. Здесь уже это дело посерьезнее. Так. Вот, кстати, можно даже всех поблагодарить. Первый мне, значит, перевел 25 декабря. Костя Ефимов. Респект, Костя. И их я сразу снял. Это я помню. Гонорар водителя автобуса. 700 рублей. Рублей. Ну, виртов, виртов. Еще гонорар водителя автобуса. 500. Перевод. Костя Ефимов. Мне еще перевел 76 683. Перевод. Ну, это вот уже админы мне перевели. Бенни Силано. Перевел мне 50. Ну, вот это вот, конечно, самый мощный перевод. Дени Волков. Перевел мне поллимона. Вот, такие дела. А интересно, как тут... Как тут происходит покупка дома? Я хочу сейчас купить дом. Причем купить дом, тот, который у меня... Значит... Который я хотел купить. Который мне на СВЛ был. А я тогда сейчас сниму половину. 310. Даже 300... Ладно, 310 сниму. Если можно такую сумму снять. Наличку. 310. Ко. Раз, два, три. Получить. Вот, можно. Все. И теперь мне в любом случае, значит... Хватит на тот дом, даже если платить надо с карты. Или даже... Или наличка. Мне это уже без разницы. Вот, такие дела. Так что, видите, я уже почти миллионер. Ух. Так, парнишка тут с пулеметом, с автоматом бегает. Сейчас меня застрелить. Зачем? Не трогай меня. Не надо меня стрелять. А он... Он что-то попасть не мог. Как-то у него... Прицел у парня сбился. Сбился у парнишки прицел. Не трогайте. Не стреляйте в пианиста. Знаете, песня есть такая. Не стреляйте в музыканта. Ну что, едем, значит, мы с деньгами. Так, а потом, наверное, надо как-то ведь заплатить. За дом надо будет. Ой, надо это все мне осваивать. Сейчас, может, этот дом уже купил кто-нибудь. Ну, если его кто-то купил, тогда куплю какой-нибудь другой дом. Там где-нибудь поблизости. Так. Конечно, это... Я эти деньги не заработал. И мне немножко стыдно, ребята, стыдно. Но, мне кажется, так вам все равно будет интереснее смотреть. Если я буду иметь здесь кое-какой капитал. Ну, ладно. Давайте зайдем сюда. Что у нас? 250 тысяч он стоит. Я помню. Используем Alt. Стоимость 250 плата в день. 2 тысячи. Далее. Купить. Вы успешно приобрели дом. А попасть в него я как-нибудь могу? Войти. Вот мой дом. Ребята, смотрите, тут какие натяжные потолки. Светильники эти, светодиодные. Это же только прихожая. Ванну. Пойдем помоемся сразу. Ванну, вход. Альт надо нажимать. Да, Альт надо нажимать. Каминчик. Нет, тут вот вообще красота. Помните здесь, когда я устраивался на работу, автобусника, там было зеркало. Это, по-моему, пока вот лично я не видел других серверов, где была бы отработана система зеркал. Именно в САМПе. В GTA 5 там это есть. А вот в... В Сан-Андреас такого я не видел. Нет, в доме нет такого. Но это было бы вообще, конечно, чересчур. Так, ну что, ладно, это все хорошо, но надо мне... Так, деньги с меня сняли наличку. Наличку, значит, на карте осталось. Так что, вот кто, если будет покупать дома, вот я вам показал. Деньги снимают за такую покупку наличкой. Наличку надо иметь. Вот, ну что, наверное, надо опять в банк ехать. Хотя, подождите. Вот, чем мне нравился на сервере здесь этот дом, на сервере SWL, здесь, рядом с домом, вот здесь. Был банкомат, и здесь спокойно можно было оплатить квартплату. Здесь такого я пока не вижу. Здесь только бизнес. Да ладно, я не буду сейчас тут ничего выдумывать, изобретать. Я сейчас опять наберу GPS, банк, важные места. Банк Лос-Сантос. И поеду узнавать, что там в банке, что нужно делать. По идее, надо, за дом, конечно, надо платить. Там было написано 2000, там, тариф 2000. В сутки, в час, не помню. Ну, не важно, надо платить. И сейчас я постараюсь это дело сделать. И по идее, мне тогда надо тут будет много денег иметь, чтобы этот дом у меня не слетел. Ну, хоть немножко, хоть немножко пожить в этом доме. Сейчас куплю еще машину. Я, наверное, на машину, теперь деньги есть. Так, интересно, а машину? Запросто может быть так, что вот дом надо покупать, чтобы покупать дом, надо иметь наличку, а вот, наоборот, чтобы машины купить, может быть, даже запросто, что надо будет иметь нужную сумму на на карте. Так, тут опять эти бандиты. Нет, это не бандиты. Ну, бандиты, но они вроде адекватные. Что-то они там сели, поехали. Правильно, ребята? Что, сели, поехали по своим делам. Что народ-то стрелять? Не надо народ стрелять. Так, давайте смотреть. Оплата коммунальных услуг, дома, квартиры. Вот, выбрать. Вот, да, это мой дом. Видите количество дней? Дом оплачен до второго. А, допустим, количество дней. А, давайте на на неделю, на неделю с ним. Давайте на восемь дней. Восемь дней. Оплатить. Не понял. Ничего не произошло. Оплатить. Вы достигли наверное, нет, подождите, это контр, вы успешно приобрели дом, вы достигли, и здесь ничего не произошло, ребята. Это печально будет. Так, альт. Оплата коммунальных услуг. Выбрать. Дом выбрать. Что-то ничего не происходит. Печально. Так. Еще маркерайте. Давайте сделаем вот так. Так, тут уже ребятки стоят. Альт. Так, ну давай, давай я. Э, 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 зайдите мне вот так. Оплата коммунальных услуг. Выбрать. Выбрать. Вот. Дом оплачен до второго числа. Введите количество дней. Я ввел тогда восемь. Ну давайте я введу семь дней. Количество дней семь. Оплатить. Во! Побежала. Значит, только на неделю можно платить. Я так понял. Так. Сейчас посмотрим. Выбрать. Выбрать. До девятого числа у меня оплачен. И опять введите количество дней. А если я сейчас еще раз семерочку поставлю и еще оплачу. Ничего не получилось. Ну и еще разок. Оплата коммунальных услуг. Выбрать. Выбрать. Один день. Еще сверху. Можно? На один день. Можно. Так, подождите. Я сейчас буду это делать. Пока у меня скажут, что все, больше нельзя. Ну в принципе, неделя я и... Ладно, все. У меня дом оплачен. Значит, до теперь... Вот, кстати, видите, тут... Это я не до конца разобрался. Ну давайте еще разок. Попробую сейчас еще 6 дней прибавить. Я думаю, этого мне будет вполне достаточно. Так, давайте вот заходим. Так. Так. Вот, наверное, надо ждать, когда маркер появится. Маленький. Да, и еще, допустим, 6 дней. Оплатить. Нет, ничего не получилось. Сейчас меня тут пристрелят в банки. Нападение на банк. Все. Всех посетителей перестреляли. И, наверное, банк ограбили. Вот. Так что дед, видите, попал под ограбление банка. Вы проходите курс лечения в медицинском учреждении. Ура! Эй! Деда пристрелили. Так, ну и значит, что у нас получилось? Ну, пускай меня тут пока полечат. Кстати, сейчас по больнице побегаю, полищу. Может, здесь есть зеркала? Пока меня тут лечат. Вот эта система зеркал мне очень понравилась, когда я устраивался на работу. Кстати, можно сейчас ведь съездить на работу. Теперь... Не, надо машину. Машину еще надо купить. Машину. Только бы неадекватно меня тут не мешали. Вот. Я не знаю. Это вот парень там стрелял в меня просто так. Захотелось парнишке пострелять. Или он вычислил, что это дед. Ну, да ладно. Главное... А, вот выход какой. Так, давайте посмотрим, есть тут зеркала? Это вообще круто. Вот система зеркал. Я представляю, это, наверное, довольно сложно. Я в программировании дуб дубом, ребята. Но вот лично я, почему-то у меня такое ощущение, что это сделать довольно-таки сложно. Это у нас зеркало? Нет, это окошко. Окошко. Вот. Что там? Скоро меня вылечит. А здесь что у нас? А, здесь, значит, переодеваются работники. Медицинские работники. У меня, кстати, жена тоже медицинский работник. Вот. Она работает у нас в областной больнице. Так. Но она не доктор. Она вспомогательный персонал. Все? Спасибо. Можно покинуть. Давайте покинем. Покинем это самое заведение. Так. Ой, таксист есть. Бесплатное такси. Слушай, отвези меня. Стой. Стой. Я хотел сесть. Автосалон, please. Автосалон. Машинку хочу купить. Если у тебя первый клиент не сильно куда-то торопится. Какой? А я не знаю, какой. Давай ЛС. В Лос-Сантосе. А их что, тут несколько? Блин, да любой. Не, давай так. И где подешевле? Где подешевле? Вот так напишу. Где машинки подешевле? Потому что... Вообще, конечно, надо было мне это дело выяснить самому. Но у меня транспорта не было. Если бы там возле больницы стояли бы эти самые скутера, я бы поехал сам. Ну, раз он так говорит, значит... Ну, естественно, тут не один автосалон. И, наверное, надо будет еще... Ладно, вот он меня сюда везет. Он, в общем, меня везет туда, куда я и собирался. Поэтому я сейчас, наверное, ему сразу заранее напишу. Спасибо, друг. Вот, молодец. Все, тормози, я выходить буду. Ага. У тебя такси бесплатное? Я тебе спасибо сказал. И все, значит... Так, что? А, это у нас выставочные... Выставочные эти... 43 тысячи... А что, хорошая машинка? Смотрите, хорошая машина. С четырьмя дверьми. А, 43. Сейчас. 430. Не хочешь, дед? Эх, дед. Так. Не, пойдемте вот к этому. К менеджеру. К менеджеру подойдем. Для услуги для частных лиц. Я частное лицо. Купите автомобиль в наличии. Давайте мне в наличии. На заказ это долго ждать. Долго ждать. 77 тысяч бас. Это что, автобус? Значит, у меня автобус. Вуду. 10 километров пробег. Сейчас пробегом, блин. У меня всего 120. Там у меня 300 на карте. Так. Это что? Санчес. Санчес, это не... Это мотоцикл... Блин, я вот... Не все знаю, как они... 100. Опять Санчес. Это мотоцикл. Так, ну что? Что, ребята, купить? Автобус, что ли, купить? 130. У меня налички не хватит. Элегант. А вот это что такое? Ну-ка, выберем. А, видите? Блин, не посмотрите. Я не знаю. Я забыл, как они называются... Так, давайте еще сходим. Тут вроде можно куда-то подняться. На второй этаж. Это что у нас? А, это только... Здесь можно продать. Так. Это миллион с лишним. Лимузинчик стоит. Сейчас куплю какую-нибудь хрень. Вот надо было мне для организации. Я не организация. Я... Директору мне тоже не надо. Что у меня не получилось? Надо мне вниз. Во. Получилось. Ну ладно, пойдемте. Что куплю, то и будет. Ладно. Так, 125 тысяч. А вот давайте на заказ с доставкой на дом. На дом. Да. Во. Вот так вот. Это мне больше нравится вариант. Тут хоть чего-то можно посмотреть. 56 тысяч. Такой кабриолетик. Во. Это, по-моему, мой этот... 90 тысяч всего. Так, колор. Ага, вот колор здесь. Ну, ну... Красный, 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 красный. Мне верните красный. Блин, назад. Красный верните. Во. Ну и все, чего? Четыре двери. Нормально, бай. Денежки сняли. Заказ на покупку транспорта оформлен. Ожидайте поставки. Ну и все. Видите, все услуги и машину пригонят прямо домой. Это хорошо, конечно, ребята, что машину вы пригоните прямо домой. Но мне сейчас как додумано добираться. Хоть бы пару скутеров здесь поставили. Нету здесь скутеров, а такси у меня уехало. Кстати, надо сразу посмотреть. Вот если кто-то... Деньги опять сняли наличку. Наличку сняли. Деньги. Так что, ребята, приходите за такими большими покупками с наличкой. Если придете без налички, здесь даже нет. Вот. По крайней мере, я не вижу здесь банкомата, чтобы денежки снять. Так что, аккуратнее с этими делами. Все. У тебя теперь есть машина, есть дом. За дом оплачено у меня больше, чем на неделю. Так что, все нормально так-то. Что у меня тут нет? У меня нет сытости. Сытости, я смотрю, у меня нет. Так что у нас с онлайном 35. Стабильно. Стабильный онлайн. Но, между прочим, стабильность хорошая вещь. Ну, а что? Вот что мне сейчас делать? Как вы мне... Как бы вы поступили на моем месте? Надо мне какой-то транспорт. Надо мне куда-то добраться. Вот. Работаю я здесь автобусником. А давайте посмотрим. Давайте посмотрим статистику мою. Что у меня тут есть? Пол мужской. Возраст 53. Мне уже 54. Надо бы поменять это дело. Ладно. Значит, уровень 4. Ну, это мне подкинули. На банковской карте у меня 317. Наричный 317. 35. Нормально. Семейное положение. Розыск. Наркозависимость. Справка очков. Нет уровень. Не написано здесь. Навыки вождения. А владение оружием. Владение оружием. Да. Тут больше нет информации. Ладно. Я же помню, что я автобусником работал. Вот. И надо мне отсюда добежать. Через какую-нибудь забегаловку, где можно покушать. Добежать до работы автобусника. Я думаю, мне не стоит здесь перезагружать игру. Заходить даже возле своего дома, допустим. Я. Ой. А это что? Продается бизнес. Да. А что такое? Недорого главное. Ой. Никогда не был бизнесменом. Так что приходите. Тот, кто мечтает стать бизнесменом, приходите. Покупайте магазинчики здесь. Полный вперед. А я зайду, что-нибудь поем. Что-нибудь покушаю. Вот. Тетечка тут есть. Прилавок пуст. Гы-гы. Так и с голоду можно будет умереть. Ну да ладно. Благо здесь, если умираешь, даже с голоду у тебя вылечат с больницы. По-любому. Странно. Вот смотрите. Меня вылечили в больнице, да? А это. Здоровье мне сделали полное. А слитость, значит, мне не повысили. А что это за больница такая, если там, значит, лечат, но не кормят? Это несправедливо. Это нечестно, ребята. Что это за больница такая? Больница. Хотя, может, там было где-нибудь платно поесть? Нет. Платно можно было поесть. Я помню, я играл на Аризоне последний раз. Там, да, я лежал в больнице. И там я нашел, там есть кафешка, прямо в самой больнице. Можно поесть, и там тебя, значит, и вылечат, и сытость твою поправят. Это здорово. Хотя, по идее, если ты лежишь в больнице, даже если ты в какой-то там супер-пупер капиталистической стране, у тебя должна быть, по идее, страховка медицинская. И, значит, по крайней мере, ну, кормить-то должны в больницах бесплатно. Хотя, может быть, это я уже придираюсь и слишком многого хочу. Дед, ты слишком много хочешь. По-моему. Так, ну что, добегу я тут до автобусов. В принципе, не так уж, далеко и осталось. Прилавок пуст. Пуст прилавок. Вот видите, вот эти домики на карте. Они сейчас все красными отмечены. Они все, значит, выкуплены. На побережье океана. Ну, у нас, как видите, пока еще здесь зима. Я не убрал снежный мод. Такси. А вот интересно, знаете, что я хочу? Я хочу пробежать. Значит, это у нас стоянка такси. А вот я сейчас бегу к стоянке автобусов. И помните, кто смотрел мой прошлый, значит, летсплей по серверу Сампнет. Там рядом со стоянкой автобусов была контора, в которой, значит, ты приходишь там на работу, устраиваешься и работаешь таксистом, автобусником, переодеваешься. Там зеркала есть. Может, у этих тоже что-то такое есть. Просто пробегу мимо. Посмотрю. Нет, тут я не вижу ничего такого. По крайней мере, пока не вижу. Эти тоже пустые. Эх, заморили деда голодом здесь. Ну да ладно. Народ, приходите. Сервер хороший. Я не знаю, что вы сюда не приходите играть. Хотя, может, я не прав. Может, наоборот, приходит все-таки народ. Я ведь здесь не постоянно бываю. Вот она. Вот это место мне нравится. Так, значит, пришли мы на работу. Пришел ты на работу. Идешь ты сюда. И заходишь, значит. Вот сейчас. Кто не видел мой прошлый этот... Смотрите, зеркала. Вот этого я еще не видел. Причем все-все в зеркале. Все как положено отражается. И маркер даже. Можно, значит, так посмотреть на себя. Причесаться. Штанишки поправить. Все круто. И все, значит. Переодеваемся в эту форму водительскую. Идем. И теперь будем уже мы на колесах. Вот. Сегодня я не собираюсь пока работать. Сегодня я хочу... Мне сейчас надо бы домой попасть. Мне посмотреть там машину мою мне... Пригнали или нет? Так, а чтобы мне проехать туда... Лос-Антос-Сан-Фьерро. Вряд ли он... А хотя ладно. Там будем... И там я кое-где сверну. Вот. Где маркет? Вот. По идее, надо было брать крайне правый автобус. Тогда здесь... Тихо. Пропустим. Тем более тут поехал, по-моему, кто-то полицейский. Может, нет. У меня такое сейчас желание бросить этот маршрут и просто сразу ехать к своему дому и посмотреть, пригнали ли мне мой автомобиль. Но хочется и поработать. Хочется и поработать. И, кстати, сейчас заодно выясню, потому что я не буду этот маршрут полностью заканчивать, выясню, если это у меня получится, что заплатят и заплатят ли вообще что-нибудь, если маршрут не будет автобусникам проеден полностью. Проеден. Как будто я его ел. Проехан полностью. Проехан полностью. Проеден. Вот. Полиция. Мне вот эта площадь мне нравится здесь перед мэрией. Вообще здорово сделано. Ну, ладно. Подзаработаем немножко. Деньжат. 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 Надо будет мне... Ну, теперь я сейчас вот это все дело выясню, как у нас здесь, значит, обстоит дело. Ну, уже почти выяснил. С покупкой дома, с покупкой автомобиля, с платой, значит, за коммунальные услуги, за дом. Это я все выяснил. Приобрел дом, приобрел автомобиль. А еще я хочу... Теперь у меня уровень там не позволяет устроиться на любую работу. Я хочу посмотреть, как тут работает, допустим, тем же самым таксистом. Все-таки, мне кажется, там тоже должна быть контора своя у таксистов. Тоже, может быть, с зеркалами. И тоже там переодеваешься в таксиста. Хотя, может быть, я и слишком многого хочу. Но мне это интересно. Надеюсь, вам тоже. И это мы выясним, ребята. Сегодня у нас понедельник. В среду. В среду будет здесь второй. В этом году мой летсплей на сервере Самп.нет. А завтра мы играем... Блин, это такой тут разворот. Кстати, у нас в городе тоже есть несколько автобусов. Вот тоже по таким маршрутам замысловатым ездят. Да, кстати, а у меня ведь, наверное, нету этого самого оружия я не собираюсь покупать. Сколько я покупал себе оружия на разных серверах, и всегда потом об этом жалею. Потому что... Потому что... Ну, не люблю я стрелять. А деньги за это тратишь, а оно потом... Так, а что это такое? Что-то здесь не то у меня произошло. Опять меня маркер сбил с толку. Не туда. Я поехал раньше времени, и маркер остался гореть. Ну-ну, я понял. Надо было мне стоять здесь, на остановке. Я рано поехал, потому что увидел, что горит маркер. Я думал, что это мой маркер, а это маркер... Банка. Так что теперь будем ехать задом. Тут мне не развернуться. Хотя почему? Вот сейчас можно будет развернуться вот здесь. Вот так. У-у-у. Где-то ас. Водитель ас. Вот. Опять меня маркер сбил с толку. Ну, ладно, едем. Так. Наверное, мне пора маршрут мой бросать. Потому что... А, нет. Вот он сейчас как раз будет это. Вот уже теперь мне по пути. Мне по пути уже. К моему дому. Так что я маршрут, конечно, брошу, но... Чуть попозже. Остановочка. Вот. Странно. Маркер на банке горит. Может, его надо как-то убрать специально. Ну, да ладно. Я в банке давно уже был. Десять секунд. Значит, на остановочке стоим. И едем дальше. Так, ну все. Бросаю я, ребята, маршрут. Бросаю. Потому что мне надо добраться до моего дома. И посмотреть. Мне там должен быть транспорт. Привезен. Моя машина. Интересно. Как это здесь устроено? Вот она сейчас уже, машина там есть? Или чтобы ее, значит... Увидеть, чтобы она оказалась на месте, надо перезапускать игру. Сейчас все выясним. Ну. Так. Никакого транспорта я тут не вижу. Не вижу. Печально. Вы закончили работу. Я закончил работу. Видите, никакого отчета нет. Я просто закончил работу. А автобус? Он так и будет здесь стоять? А интересно, сейчас мне его опять арендовывать? Ну-ка. А, нет. Просто выбрать другой маршрут. Арендовывать его уже не надо. Понятно. Ясно. Ну ладно, пошли домой. Может, тут такая система, надо зайти домой. А сейчас фикс-кар. Есть же команда фикс-кар. Так. Что у нас тут? Может, она в гараже вообще стоит. Эй, пустите меня в гараж. Открывайся. Гад ты такой. Не открывается. Деньги взяли. Машины пока нет. Ну, я надеюсь, что все равно все будет нормально. Давайте зайдем. Сначала просто зайдем в дом. Зайдем в дом. Тут, значит, где у нас кухня? Где у нас вход, выход, спальня? А где покушать? Ну вот. Значит, типа тут. Взял сковородочку. Это все, типа я пишу. ММ-это, это. М-э... Используй... А, нет, спальня. Значит, приготовил себе яишенку. Пожарил, поел. Все. Отдохнул. Тут сел, поел. Там посмотрел телевизор. Смотрите, плазма какая. Наушники вон лежат. Все. И пошел, значит, на улицу. И там, бах! Такое радостное событие. Машину привезли. Ни хрена тебе не привезли. Эх, мах. Так, ну что, тогда набираем команду. Как обычно, фикс карта. Есть такая команда, я знаю. Фикс кар. Да. Водитель нет. Не надо мне водителя выбрать. На дороге перед домом. Вот он! А, красота! Ге-гей, мой любимый. Автомобиль. Ну, давайте посмотрим. Машина открыта. Хорошо. У всех команды одна и та же. Открывать машину на всех сферах. Машина закрыта. Такой звук. А вот эта надпись не появляется. Так, что у нас? 50 горючего. Завел я ее. Надо сделать этот самый... Тест драйв. Тест драйвчик. Надо ее заправить. Вот что надо мне сделать. Здесь у нас заправка или не заправка? Вроде как заправка. Аж. Так. 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 Ну. 80. Аж. А почему только 80? 80... А, вместимость бака. Ну-ну-ну, понял. Все, нормально. Все. У меня полный бак. Отлично. Заправочка рядом с домом. Вообще красота. Так что теперь можно спокойно вот так взять и ехать на работу. Отсюда, на своей машине. Машина у меня закрыта. Никаких ключей мне тут не предложили в нее вставить. Все. Красота. Красота, ребята. Вот такие дела. И у меня еще, значит, остались деньги. 34 тысячи наличными. И 300 там с чем-то денег у меня на карте. Огромнейшее спасибо ребятам. Всем, кто, значит, мне здесь помог финансово. Все. Теперь будет растекать на своей тачке. Буду ездить, устраиваться на разные работы. Буду с вами болтать. Будет... Я надеюсь, все-таки вам будет не совсем здесь скучно. Ну, а теперь еще раз всех с Новым Годом. И завтра, еще раз повторю. Завтра мы играем на сервере Arizona Scott Dale. Я играю. Ждите мой летсплей. Приходите. И смотрите. Все будет точно так же, как и было... В прошлом году. Уже в прошлом году. Опа. Вот это парковочка. Уровень левел 80. Так, глушим. Да? Заглушили. Выходим. А что это? Уже 77. Это я столько литров спалил, только немножко проехавший. Все, машину не открыть, потому что она за... Закрыта. Войти. Ну и все. Вот в таких шикарных условиях. Блин, стоп, стоп, стоп. Какое все? Что я делаю? Ребята, ничего не все. Все отменяется. В смысле, отменяется окончание летсплея. Нет, еще, ребята, не отменяется. Вот что значит это. Я посмотрел, что скин-то у меня какой, гляньте. Я до сих пор еще нахожусь на работе. Мне сейчас надо поехать срочно, закончить рабочий день, переодеться в мою одежду, а потом уже, ребята, потом ехать домой и заканчивать летсплей. Вот так надо все делать. Где-то тут поторопился я. Поторопился. Так, нечестно. Так, не по РП. Так, надо как-то мне тут выбрать дорогу к автобуснику. Ну, в принципе, я не буду сейчас тут долго думать. Может, можно было где-нибудь и срезать. А я так поеду. Вот, и налево. И налево. Отлично. И таким же путем я потом поеду домой. Так, слушайте, мне так понравилось. Мне теперь не хочется здесь терять свой дом и эту машину. Причем именно эту машину. Мне другой машины, ребят, не надо. Я знаю, сейчас опять в комментариях начнется, особенно среди моих новых подписчиков. Дед, что ты себе купил за трактор? Купи себе нормальную машину. Ребята, мне нравится этот трактор. Так, все. Вот, теперь уже можно спокойно ехать домой с чистой совестью. А то поехал в казенной одежде. Красота. И домой. Все как в жизни. Вот, теперь на работу добираться вообще замечательно. А то здесь автобусы ходят редко, такси еще реже. Бегает тут пешком на работу. А так сел на свою машинку и поехал. Красота. Ну вот, теперь все. Давайте еще раз. Значит, буду вам говорить с Новым Годом. Всем пока. Завтра играем на сервере Arizona Scott Dale. Потому что сейчас я уже действительно точно 100% заканчиваю свой СЛСП. Опять у меня получилось почти час. Нет, меньше часа. Минут 40-45 где-то так. Нормально. Так что, а сегодня смотрите мой влог. Там, по-моему, было интересно, как мы с женой встречали Новый Год. Как я тут летал. До Нового Года. Сегодня летали мы. Возле елочки. Ну, в смысле, летали на квадрике, на квадрокоптере. Мне понравилось сегодня, как я как я снял вот этот вот как камера как камера сработала квадрокоптера сегодня. Так, ну вот, все. Так, глушим. Все заглушено. Выходим. Пытаемся зайти. Не получается, потому что машина заперта. И идем домой. Войти. Все, я дома. И вот здесь, в прихожей, я, наверное, с вами и попрощаюсь. До завтра. Все, ребята, вот такой у деда ЛСП сегодня получился. Правда, так поесть не получилось. Сытость маленькая. Ну, да ладно. Это не самое страшное. Все, ребята, всем пока. Завтра играю я на Аризона Скотт Дейл. Так что ждите завтрашний летсплей. Все, как обычно. Эти каникулы я отдыхаю только от работы. А от своего любимого сампа я отдыхать не собираюсь. Так что всем пока. До завтра.